Продолжение следует... Чтобы открыть эти свойства, нужно выделить айтем, зайти в меню во вкладку «Айтем» и выбрать свойства айтема, или нажать клавишу F2. А можно просто сделать двойной клик по айтему. При этом откроется окно свойств данного айтема. Это окно удобно тем, что его не обязательно закрывать, когда вы переходите к другим айтемам. Например, в данный момент в этом окне отображаются свойства акустической гитары. Но если мы перейдем к треку хай-хета, то в этом же окне будут отображаться его свойства. То же самое с малым барабаном, или с бочкой, или с несколькими айтемами сразу. Выделим все. И вот их общие свойства. Но вернемся к одному айтему. Начнем с гитары. Давайте рассмотрим свойства данного айтема. Здесь важно понимать, что все действия в этом окне носят неразрушающий характер. То есть испортить тут ничего нельзя. Всегда можно вернуться и внести изменения. Потому что мы тут не меняем сам файл. Только регулируем его. Начнем отсюда. В этом поле указано положение, то есть то, где именно на временной линейке находится наш айтем. Вот такое положение в количестве долей он занимает сейчас. Если мы поставим здесь второй такт, и нажмем применить, айтем переместится на второй такт. Строго по сетке. Нажимать на кнопку Apply, применить, обязательно. Вот она. Можно еще нажать кнопку ОК. При этом изменения вступают в силу, и окно закрывается. А если вы просто поставите тут третий такт и закройте окно, все останется без изменений. Айтем остается на втором такте. То есть вы обязательно должны нажимать либо Apply, либо ОК. Положение айтема может задаваться в долях, в единицах времени, или в тайм-коде, в часах, минутах, секундах, кадрах. Теперь изменим длину. Сейчас она составляет 152 такта. Можем уменьшить ее до одного такта. Жмем применить. И теперь длина айтема составляет один такт. То есть прямо здесь вы можете менять длину айтемов. А вот тут вы можете изменить фейд. Входной или выходной. А также их кривые. Вы можете спросить, какой смысл их менять в этом окне, если гораздо проще это делается вот так. На самом айтеме. Это правда. Но есть одно преимущество. Вспомните из видео о группировании айтемов, что их можно группировать, зажав Shift, и затем можно менять их громкости, можно подрезать их все, но фейды для них, для всех, мы создавать не можем. Захватываем этот фейд, и видим, что он не сгруппирован с другими фейдами. Так что окно свойств — это отличный инструмент для изменения фейдов множества айтемов. Сейчас кривые на разных айтемах отличаются по длине и по форме. Поэтому здесь они не отображаются. Но менять их все равно можно. Мы можем поставить тут 250 миллисекунд и назначить кривую с медленным нарастанием. Жмем «Применить». И ко всем фейдам применились заданные нами параметры. Можем поставить тут 500 миллисекунд. Применить. Фейды изменились. Ставим линейную кривую. Все фейды становятся линейными. Вот так быстро можно менять фейды на всех нужных вам айтемах. Это также удобно, когда нужно сделать фейд в конце песни, и вы знаете точно, фейд какой длины вам нужен. Далее рассмотрим смещение привязки. Вот это поле. Если помните, ранее я уже рассказывал про смещение привязки. Вот в этом месте курсор меняет свой вид, и теперь мы можем установить смещение привязки для данного айтема, так называемый «Snap Offset». Зачем это нужно? Дело в том, что вы можете сместить привязку, например, к началу какой-то ноты. Вот так. И теперь, если вы включите привязку, то по сетке будет двигаться не начало айтема, как обычно, а вот это смещение, которое вы установили. То есть, передвигая айтем, мы видим, что по сетке устанавливается вот эта линия смещения. А если нужно подрегулировать линию смещения, то это можно сделать прямо здесь. Поставим ноль. Линия вернется в начало. Передвинем ее. И положение линии смещения теперь отображается в этом поле. А вот тут задаются единицы времени айтема, Time Base. По умолчанию Time Base айтема соответствует настройкам по умолчанию всего проекта, которые назначаются в окне настроек проекта. Сейчас такими единицами времени являются доли, положение, длина, скорость. То есть, при изменении темпа песни, сейчас он у нас равен 130. Давайте послушаем. Если мы изменим темп на 120, все айтемы растянутся под заданный темп. Вот как это звучит. А если мы увеличим темп до 140, звучать будет так. Но это зависит от ваших установок. Вернем прежний темп 130, и вернемся в настройки проекта. Мы можем поставить тут доли, только положение. И теперь, если мы изменим темп, поставив 120, айтемы остаются в том же положении, на тех же тактах, но растяжение по времени не происходит. То есть темп меняется, а положение айтемов нет. И последняя опция — время. Если мы ее выберем, то при изменении темпа, айтемы будут смещаться. Их положение на сетке будет меняться. Изменим темп на 100, и видите, айтемы теперь стоят не по сетке, потому что время теперь отчитывается в единицах времени, а не в долях и тактах. Поэтому и звучать они будут так же, как и раньше. Эта опция вам может понадобиться в том случае, если вы работаете с видео или записываете начитку. В этом случае вам не нужно, чтобы айтемы растягивались и стояли точно по сетке. При этом вы можете добавлять музыку, задав ей определенный темп. Но по умолчанию назначено вот это. Доли, положение, длина, скорость. То есть при изменении темпа, айтемы растягиваются. Но мы можем задавать это для отдельных айтемов. Вот зачем нужна эта опция. Сейчас здесь стоят настройки по умолчанию, но мы можем поставить время или доли, только положение. То есть некоторые айтемы будут растягиваться, подстраиваясь под темп песни, а некоторые не будут. А здесь задается поведение айтема при смешивании. Это поведение айтемов при помещении их друг на друга, или при их смешивании. Давайте разрежем айтем. Теперь возьмем вот этот айтем и поместим его поверх вот этого. По умолчанию мы сначала услышим вот этот фрагмент, затем этот, и затем этот, что логично. Но если мы сместим этот айтем так, чтобы он не был окружен другим айтемом, то звучать они будут одновременно. Мы даже видим их сразу два одновременно. То же самое и на другом конце. Если они накладываются друг на друга, то мы будем слышать оба айтема одновременно. Но если один айтем окружен другим, то в заданный момент времени звучать будет только один из них. Это назначено в установках проекта. Зайдем в расширенные настройки, и вот тут видим поведение айтема при смешивании. И по умолчанию стоит, окруженные айтемы заменяют окружаемые. Но мы можем это изменить, поставив «Всегда смешивать айтемы». И теперь они всегда будут звучать одновременно. Мы видим оба айтема сразу. И тут, и тут, и даже когда айтем в середине. И последняя опция — айтемы всегда замещают более ранние айтемы. Выберем ее. Теперь айтемы будут проигрываться по порядку. То есть при помещении вот этого айтема поверх другого, более ранний айтем будет замещаться. То есть воспроизведение будет идти по порядку. Но айтемы не подрезают друг друга. Этот айтем никуда не делся. Они просто лежат друг на друге, как игральные карты. Сначала идет этот. Потом вот этот айтем будет проигрываться вместо него. Если его поместить сверху. А затем он будет замещаться вот этим третьим айтемом, если он будет лежать сверху. То есть айтемы лежат друг на друге. Но мы можем оставить настройки проекта по умолчанию. И изменить их только для определенных айтемов. Давайте вернем их сюда. И сейчас у нас айтем не смешивается с окружающим его айтемом. Но мы можем изменить поведение только одного этого айтема. Выделим этот айтем и изменим его поведение на «Всегда смешивать айтемы». Жмем «Применить», помещаем его сверху, и эти два айтема всегда смешиваются. Хотя в настройках проекта предусмотрено другое поведение. То есть для каждого айтема можно задавать свое поведение. Но вот что важно иметь в виду. Данные настройки поведения при смешивании айтемов не актуальны, если у вас активирована опция «Обрезать содержимое под медиа айтемами при редактировании». По умолчанию эта опция отключена. Но если мы активируем ее и переместим айтем сюда, то вот этот айтем обрезается. Видите, он укорачивается. То есть айтемы вообще никогда не смешиваются, потому что их нельзя расположить друг на друге. При соприкосновении они обрезаются. И я лично предпочитаю именно этот режим. Потому что в этом случае на каждом треке в заданное время звучит только один какой-то айтем. И так легче отслеживать, что именно у вас проигрывается. Но по умолчанию эта опция отключена. Имейте это в виду. Вот тут мы можем определять, будет ли создаваться луп для данного айтема. По умолчанию для айтемов создаются лупы. Но вот тут мы можем это отключить. Вот у нас трек бочки. И вот здесь видно, что это луп. Вот тут показано, что это луп. Вот оригинал. А после него идут лупы. Если хотите их отключить, снимите отсюда флажок. Применить. И вот лупы для данного айтема отключены. Снова активируем. Лупы появились. Следующая опция — мютирование айтема. Допустим, на этом гитарном треке у меня сомнения по поводу вот этой ноты. Идем сюда, делаем тут разрез, тут тоже. Выбираем этот айтем. Включаем мьют. Применить. И вот мы заглушили данный айтем. При воспроизведении мы его не услышим. Это имеет смысл, когда в процессе аранжировки вы не хотите удалять что-то навсегда. Может потом вы передумаете и захотите вернуть эту ноту на место. Если вы ее удалите, то это как бы навсегда. А при мютировании вы всегда можете вернуть айтем на место. Видите эту маленькую кнопку? Нажмите ее, чтобы размютировать айтем. Есть более быстрый способ мютирования. Зажав на PC Alt M, на Mac Option M, мы можем включать и выключать мютирование. Жмем еще раз. Глушение снимается. То есть клавишами это делается быстрее. Мютируем, размютируем. Но в окне это все равно отображается. Вот здесь. Следующая опция — блокировка айтемов. Допустим, вот тут мы закончили редактирование, и теперь мы не хотим что-то тут случайно изменить. Куда-то передвинуть айтем, поместить его не на тот трек. Для этого мы выделяем айтемы, заходим сюда, включаем замок и жмем применить. Все эти айтемы запираются. Мы теперь не можем их перемещать, ни горизонтально, ни вертикально. Вот так мы можем защитить свои айтемы. Но эта блокировка отличается от блокировки, активируемой на тулбаре. Вот эта блокировка глобальная. Она работает сразу со всеми треками. Блокирует все айтемы, блокирует все перемещения, вверх-вниз. А здесь блокировка работает только с отдельными айтемами. То есть вот этот айтем мы можем заблокировать, при этом этот айтем может свободно перемещаться. То есть это удобно, когда вы закончили редактировать барабаны, и теперь хотите заблокировать их, но продолжить работу с гитарным треком, или с басом. Следующая опция — автофейды. По умолчанию, авто-кроссфейды активированы вот здесь. Поэтому при перемещении айтемов давайте вот эти фейды уберем. Теперь, если мы наложим айтемы друг на друга, создается кроссфейд, потому что авто-кроссфейды активированы по умолчанию. Но если вы хотите, чтобы для определенных айтемов кроссфейды не создавались, выделите их, и вот тут отметьте — нет автофейдов. Нажмите «Применить», и теперь при совмещении айтемов кроссфейды не создаются. Они смешиваются. Но при этом они создаются для этих айтемов, потому что внесенные изменения не глобальны, они актуальны только для одного айтема. Вот тут мы можем выбрать активный дубль. Если дублей несколько, то вот здесь их можно выбрать. Конечно, быстрее это делается здесь, с помощью клавиши T, но в этом окне это тоже можно делать. А вот тут можно изменить название дубля. Тут очень удобно менять название айтемов. Можем дать свое название. Название нашего айтема изменилось. А вот здесь можно задать начало источника. Если помните, я говорил, что зажав клавиши Alt на PC или Option на Mac, можно перемещать содержимое айтема. Захватив содержимое айтема вот так, его можно перемещать. Именно это и отображается в поле начала источника. Если мы тут поставим 0 и нажмем применить, то мы увидим то, как айтем был изначально записан. Уже потом мы переместили содержимое в нужное нам место. Но если вам нужно увидеть это или вручную подвинуть куда вам нужно, поставьте нужное значение в этом поле. А вот тут можно менять скорость воспроизведения, что происходит автоматически при смене темпа, но мы также можем менять скорость прямо на лету. Если тут стоит единица, то скорость нормальная. Но если мы поставим тут 1,5, воспроизведение ускорится. Послушаем. Заметили, что при ускоренном воспроизведении высота звучания тоже повышается. Она увеличивается пропорционально скорости. Это показано здесь. Скорость увеличена в полтора раза, высота на 7 полутонов. Если же вы хотите сохранить высоту, то отметьте эту опцию «Сохранять высоту при изменении скорости». Затем нажмите «Применить». Теперь меняется только скорость. Высота должна остаться прежней. Теперь замедлим этом. 0,75. Высота при этом не изменилась. Вернем как было. Вот такая есть опция в вашем распоряжении. Вы также можете менять высоту независимо от скорости. Вот здесь. Снова поставим тут единицу. И теперь поменяем только высоту. Например, поднимем ее на 2 полутона. Вот как это звучит. Или опустим на 2 полутона. Ставим минус 2. Вот как можно менять высоту независимо от скорости. А вот тут мы можем изменить громкость и панораму нашего айтема. Не путайте это с громкостью и панорамой трека. Также не путайте это вот с этим действием. Видите, курсор изменился. И теперь можно менять громкость айтема прямо здесь. Но это также можно делать независимо вот здесь. Опустим на несколько децибел. Жмем применить. Уровень изменился. Но эта опция работает совершенно независимо от этой операции. То же самое и с панорамой. Мы можем сместить ее влево или вправо. Применить изменения. И сигнал будет теперь идти только из правого динамика. Причем панорама изменилась только для данного айтема. А вот тут у нас нормализация. При ее активации вот эта громкость увеличивается до максимально возможного значения без появления клипирования. Так мы можем узнать, какой у нас есть запас по громкости. Нажимаем эту кнопку и видим, что мы можем поднять громкость примерно на полтора децибела, не боясь появления клипирования. Жмем применить. И вот громкость айтема увеличилась на это значение. Это отображается здесь. Жмем нормализовать. Применить. И вот тут вы видите, насколько изменилась громкость. И все вносимые нами изменения отображаются в этой строке. И если никаких изменений нет, то строка выглядит вот так. Вот тут мы можем изменить режим канала. Сейчас у нас монотрек. Но если бы он был стерео, то вот тут мы могли бы оставить нормальный режим, могли бы обратить его, то есть левый канал стал бы правым и наоборот. Могли бы объединить левый и правый каналы в один моноканал. Могли бы сделать моно только из одного левого канала или только из одного правого. Мы также можем инвертировать фазу, что также делается вот здесь. Инвертировать полярность или фазу. Но мы можем сделать это только для заданного айтема. Отмечаем вот тут и нажимаем применить. И фаза, она же полярность, инвертируется. Вот тут можно задать огибающую дубля. Я пока не рассказывал об огибающих, я это сделаю позже, но просто знайте, огибающую можно назначать вот здесь. Нажимаем эту кнопку. И теперь можно построить огибающую громкости, панорамы, мьюта или высоты звука. А вот тут мы можем выбрать режим изменения высоты и вытягивания тайминга. То есть задать алгоритм того, как это будет происходить. Сейчас он соответствует настройкам проекта по умолчанию. И в окне настроек проекта мы можем задать другой алгоритм по умолчанию. А можем изменить алгоритм не для всего проекта, а для конкретного айтема вот здесь. Выберем вот этот. Вот тут выберем другую опцию. Снова поставим 3 Pro. В этом списке выберем нужную опцию. То есть алгоритм можно назначать для заданного айтема. Кроме того, каждый айтем можно оптимизировать под его тональное содержимое. А вот тут показан медиа-источник. Здесь показан файл, который Reaper проигрывает. Это его имя. Его тут нельзя изменить. Но зато мы можем изменить секцию. Сейчас файл начинается отсюда. И как вы видите, источник тоже начинается с этого же момента. То есть в этом окне мы можем сместить точку старта воспроизведения исходного файла. Можно также изменить и его продолжительность. Вот такая у него исходная длина. Но давайте поставим тут всего одну секунду. И теперь мы видим лишь секундный отрывок этого файла, который зациклен в луп. Давайте луп отключим. Вернем как было. И теперь мы задействуем только одну секунду исходного файла. Все это можно менять вот здесь. Но можно все отключить, и все вернется в исходное состояние. Вот тут можно инвертировать файл. Отмечаем, жмем применить. И теперь он будет воспроизводиться в обратном порядке. Послушаем. Так что если в качестве эффекта вы хотите инвертировать свой файл, то это делается вот тут. И точно так же можно сделать отмену. А вот тут у нас свойства исходного файла. Если мы нажмем эту кнопку, мы увидим все данные по исходному файлу. Его длину, частоту дискретизации, каналы, разрядность аудио и так далее. А здесь можно выбрать новый файл. Эта фишка очень мощная. Допустим, мы монтируем видеоролик со звуковыми эффектами. И мы хотим заменить звуковой файл. Это очень просто делается вот здесь. Просто выберите новый файл из директории, и поставьте на место старого. Затем вы можете перемещать его в поле «Секция» или «Длина». Это удобно для создания аудиоэффектов или музыки для видео. Вот тут мы можем переименовать файл. То есть файл вашей директории будет переименован. Вот тут у нас опция «Сдвига айтема». Это очень мощный способ изменения положения айтема в проекте. Нажмем эту кнопку. Вот тут мы можем выбрать, что именно мы хотим переместить. Выберем положение. Изменим его на полсекунды, сместив вправо или влево. Теперь переместим обрезку вправо или влево. Переместим содержимое вправо или влево. Можем также дублировать. И смещение может происходить в миллисекундах, секундах, единицах сетки, тактах и долях такта, в кадрах, пикселях или в продолжительностях айтемов. Вот такой гибкий инструмент перемещения айтемов. И, наконец, у нас есть возможность подключения к дублю эффектов. Несколько уроков назад я вам это показывал. И в этом окне их тоже можно подключать. Правда, гораздо быстрее это делается нажатием клавиш «Shift-E». Жмем. И теперь можем быстро подключить эквалайзер к данному айтему. Но мы также можем это делать вот тут. Добавим эквалайзер. Все то же самое. Теперь на этом айтеме стоит эквалайзер. Удалить его можно прямо отсюда. Это был урок по свойствам миди айтема в Reaper. Поехали дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...